Красивый и целебный шалфей лекарственный выращивание через рассаду. 4 марта 2019 года цветоводы, которые являются приверженцами народной медицины, часто сочетают на своих клумбах цветы и лечебной травки. Взять хотя бы шалфей лекарственный выращивание через рассаду, которого практикуется повсеместно. Шалфей бывает как однолетним, так и многолетним, но в средней полосе и севернее он вымерзает зимой. По этой причине чаще всего его сажают в качестве однолетника. Рассадный метод выращивания позволяет ускорить развитие растения и приблизить его цветение. Соответственно урожай целебных стеблей можно собрать больше. Описание растения довольно высокий, порой и до 75 см и сильно ветвящиеся стебли шалфей лекарственного не уступают по красоте цветам на клумбе. Прочные побеги густо покрыты продолговатыми листьями, мягкими на ощупь. Настоящая красота шалфея проявляется в конце весны, когда он расцветает. На кончиках побегов распускаются небольшие цветочки, собранные в кистевидной соцветии. Они могут быть белыми, розовыми, синеватыми или фиолетовыми. Цветет шалфей до второй половины лета. Заготавливать лекарственное сырье лучше всего перед цветением, срезая побеги целиком. В народной медицине используются и листья и цветки, как в свежем, так и в сушаном виде. Из них готовят отвары и настойки, а также добавляют в блюда благодаря специфическому аромату. Шалфей хорошо лечит простудные заболевания и имеет успокаивающие и спазмолитические свойства. Шалфей лекарственный. Выращивание через рассаду к посеву семян на рассаду лучше приступать со второй половины марта. Оставший гасе времени вполне хватит, чтобы кустики окрепли. А вот если посеять раньше, рассада может вытянуться и будет хилой. Почву нужно подготовить рыхлую и питательную. Подойдет универсальный субстрат с добавлением перлита. Семена шалфея достаточно крупные, так что проблем с посадкой не будет. Нужно просто разложить их равномерно по поверхности почвы и прикрыть сверху слоем грунта толщиной от 2 см. До появления всходов посевы надо держать под пленкой, которая создаст парниковый эффект. Растущую в общей площке рассаду следует пикировать после появления пары настоящих листиков. Доращивание сенцев должно проходить на солнечном месте, поскольку от недостатка света они быстро вытягиваются. В открытый грунт же шалфей лекарственный, выращенный через рассаду, можно будет пересадить в середине мая. Описание растений довольно высокий, порой и до 75 см, и сильно ветвящиеся стебли шалфея лекарственного не уступают по красоте цветам на клумбе. Прочные побеги густо покрыты продолговатыми листьями, мягкими на ощупь. Но настоящая красота шалфея проявляется в конце весны, когда он расцветает. На кончиках побегов распускаются небольшие цветочки, собранные в кистевидной соцветии. Они могут быть белыми, розовыми, синеватыми или фиолетовыми. Цветет шалфей до второй половины лета. Заготавливать лекарственное сырье лучше всего перед цветением, срезая побеги целиком. В народной медицине используются и листья, и цветки, как в свежем, так и в сушаном виде. Из них готовят отвары и настойки, а также добавляют в блюда благодаря специфическому аромату. Шалфей хорошо лечит простудные заболевания и имеет успокаивающие и спазмолитические свойства. Шалфей лекарственный выращивание через рассаду. К посеву семян на рассаду лучше приступать со второй половины марта. Оставший гася времени вполне хватит, чтобы кустики окрепли. А вот если посеять раньше, рассада может вытянуться и будет хилой. Почву нужно подготовить рыхлую и питательную. Подойдет универсальный субстрат с добавлением перлита. Семена шалфея достаточно крупные, так что проблем с посадкой не будет. Нужно просто разложить их равномерно по поверхности почвы и прикрыть сверху слоем грунта толщиной от 2 см. До появления всходов посевы надо держать под пленкой, которая создаст парниковый эффект. Растущую в общей площке рассаду следует пикировать после появления пары настоящих листиков. Доращивание эссенцев должно проходить на солнечном месте, поскольку от недостатка света они быстро вытягиваются. В открытый грунт же шалфей лекарственный, выращенный через рассаду, можно будет пересадить в середине мая. Продолжение следует...